Хороший урожай овощей можно получить и зимой, а все благодаря развитию тепличного бизнеса. Только в Дагестане за последние годы их площадь достигла 220 гектаров. Так, недалеко от села Кафыр-Кумух Буйнакского района уже около года функционирует теплица, соответствующая последним европейским стандартам. Как работает хозяйство, узнавала Карина Баталова. Три года назад на этом месте был пустырь. Сейчас же здесь расположен современный тепличный комплекс на 2 гектара. А начинала свой бизнес семья Танаевых с 10 соток земли. В 2017 году появилась возможность приобрести хоть и не новую, но отличную голландскую теплицу, которая практически полностью автоматизирована. Мы работаем по малообъемной технологии на кокосовом субстрате. Это малообъемная гидропоника называется. Тут импульс наполивается, видите, микротрубки, зависимо от погоды, от тепла, каждому растению, сколько потребность воды, она сама выдает. Солнечный датчик позволяет рассчитать точное количество влаги для той или иной погоды. Климат-контроль обеспечивает идеальные условия для выращивания, в данном случае огурцов. Зашторивание, досветка, система вентиляции и индивидуальный расчет нагрузок на каркас и фундамент. Это не все, на что способна техника. Но в любом случае без ручного труда не обойтись и здесь. Я живу здесь в селе, рядышком, удобно. Ну и рабочий день с 8 до 5, удобно. Мы сажаем помидоры и рассаду. Это у нас пробка, минвата как бы. И сверху подсыпка, косковая стружка. Всего в хозяйстве трудится около 20 человек. Плюс вся семья Тимирлана. Два сына, дочь, внуки и племянники. 17-летний Абдулгамид Танаев уже является оператором в тепличном комплексе. Для него это не просто помощь дедушке и отцу. Он получает образование в этой сфере и намерен в будущем расширять бизнес. Да, у меня уже третий курс, но еще один год остался, четыре курса. Можешь дальше куда-то идти? Дальше можно на заочном, когда-нибудь высшее образование. Ну и по механизации, по автоматике вот здесь все регулируем, как температуру, влажность, поливы смотрим, капельницы протекают, не протекают, ремонтируем. Сейчас в теплице выращивают огурцы. Они не приносят такой прибыли, как томаты, но помогают не уйти в минус и сделать перерыв между овощными культурами. Сбор урожая в самом разгаре. 30% этой продукции пойдет на местные рынки. Остальное за пределы республики. Оптовая цена в 140-150 рублей за килограмм. Ну вот в данный момент огурцов мы собрали более 120 тонн. Ну может быть еще тонн 5-6 будет. Ну это более чем 6 килограмм квадратного метра. Ну вот такой короткий период, это максимум 7 килограмм можно получить. От семечка до созревшего овоща. Рассада здесь собственная, ее даже закупают многие фермеры. Таким хозяйством доволен и глава района, ведь оно помогает обеспечить людей работой. Это все рабочие места, это позволяет сделать так, чтобы наши люди не уезжали куда-то на север, в Сибирь и так далее, работали дома, комфортных, привычных для себя условиях, содержали свои семьи, поддерживали своих детей и так далее. То есть поэтому любое такое начинание, оно должно нами поддерживаться и поддерживаться, потому как опять-таки это несет такой мультипликативный важный эффект. В планах у агрария увеличение площади комплекса, а также выращивание клубники. А пока здесь готовятся к посадке помидоров. Урожай минимум 300 тонн. Карина Баталова, Салман Гитихмаев, телеканал ННТ, Буйнакский район.